Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Приглашаю вас сегодня на прогулку по проспекту Пекина. Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Сейчас прогуляемся по проспекту Пекина. Смотрите, его уже начали украшать. То есть не начали, а украсили. Немножко к Новому году. Сейчас пройдем пешочком, посмотрим, что здесь есть. На всем протяжении проспекта, на первых этажах домов, расположены магазины. Все они идут без перерыва. Разные-разные магазины, вот как на этой стороне. Так вот, посмотрите на одной стороне. Везде-везде. Можно сказать, что это торговый... Улица торговый центр. И вот, видите, зональная парковка здесь везде. Вставишь, заводишь код сектора в телефон, в программу, и она считывает деньги. Полминутно. Если платить через банкомат, то надо будет заплатить за час. Пока стоим на перекрестке, сниму, смотрите, какое здесь движение. Сейчас много людей здесь ходит. Сейчас много людей здесь ходит. Так что сейчас поснимают заодно людей. Город – это люди. А здесь магазин Xiaomi. По-грузински он называется Xiaomi. Это фирменный магазин. Их несколько в разных торговых центрах находятся. Это первый магазин, который открылся. Xiaomi был вот здесь, на Пекине. Внутрина магазина. С той стороны магазина Apple. Один называется iTechnica, второй – i+. Красный свет, опять. Это улица. У Городсойника? Ара. Небольшой местный сквер. А здесь вход в метро. И здесь продают тоже разные украшения. Изделия ручной работы. Кусики. Вот тоже кожные сумки, смотри. Смотрите, какая кожная сумка. Красивая. Стоит 250 лари. Все это тоже ручная работа. Кожаные ручки. Ну, мы поняли, что это мухобойки из натуральной кожи. И на них написано, вот здесь, сейчас найдем, RT Shansi di Naga. Вот, на ноге здесь написано RT Shansi. Что, видимо, один шанс убить муху. Ну, а здесь лоток с куклами. Тоже куклы ручной работы. Здесь установлено дерево. Очень похоже на, как в парке Тацмин, да? Да? Здесь фонтан, скорее всего, конечно, летом. А может, нет? Нет, воды не вижу, вроде. Подсветка только. Вот здесь такой небольшой сквер для жителей местных домов. Это еще декорательное дерево. Это уже живое. Это оливки, наверное. Оливковое. Подстрижение, нет? Да, да. Да, да. Смотрите, дерево совсем еще зеленое. А сегодня 30 ноября. Последний день осени. Завтра первый день зимы. Здесь магазин Вайкики. Там внутри три этажа. А я помню, как здесь было KFC. Кафе. А что было до KFC, я не знаю. И вот посмотрите, для собак бездомных поставлены будки. И даже внутри, там, какие-то матрасики или одеяльца. 50-процентная скидка. На той стороне дороги небольшой торговый центр. А здесь какие-то столики. Кафе. На улице сегодня 8 градусов издача. Так, курс валют. До 80. Это магазин плюс ась. Для полных людей. Курс валют. Курс валют. Тихо. Гостиница Holiday. Как она раньше называлась? Джара. Да, Джара. Раньше называлась Джара. Здесь магазин обуви Балтии. Этот район совершенно отстроился. Здесь не было ни одного такого большого дома. А это старый дом с магазинами внизу. И стала бы обклеенной объявлениями. Оно называется площадь. Макдональдс и новые корпуса. Здесь Вендис большой. Сейчас туда зайдем с балкона. Сниму это место. Снимаю с балкона Вендиса. Здесь шикарный вид на дворец спорта. Макдональдс. И весь вот этот микрорайон. Вновь застроенный. Это корпус университета. И вот внизу так красиво отремонтировано это место. Макдональдс. 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 Есть уже книги. Подают свои книги. На разных языках. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...